Завтра, 25 января, два больших праздника, которые переплетаются друг с другом и тесно взаимосвязаны. Татьянин день, день студента и день почитания великомученицы Татьяны Римской, которая является покровительницей всех учащихся и получающих знания. В 1755 году императрица Елизавета Петровна в этот день подписала указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий. Университетскую церковь осветили в честь мученицы Татьяны. С этих пор святая считается покровительницей студенчества. О том, как и чем живут студенты в НАУ в материале Ольги Русул. В Ненецком округе нет высших учебных заведений, но несмотря на это студенческая жизнь кипит. Выпускники школ могут получить профессиональное образование в трех средних специальных учебных заведениях Нарьинмара. Социально-гуманитарный колледж имени Ивана Павловича Учейского – старейшее среднепрофессиональное образовательное учреждение в регионе. Студент третьего курса Василий Хатанзейский возглавляет студенческий совет колледжа. Решил, что по окончанию учебного заведения продолжит дальнейшее образование, но уже в области культуры. Хотя сейчас обучается по специальности прикладная информатика. Много разных мероприятий. Можно попробовать в плане организатора этих мероприятий. Много интересного. Сейчас в колледже на очном отделении обучаются более 300 студентов по различным специальностям. Среди новых направлений, которые вводятся каждый год – сетевое системное администрирование, графический дизайн. Кроме учебы для студентов проводятся многочисленные мероприятия. Мы их учим не только, ну как бы даём профессию в колледже, а ещё развиваем их какие-то навыки, которые пригодятся в жизни. То есть это организация мероприятий каких-то. Это участие в разных конкурсах, чтобы как-то себя реализовать потом в жизни в дальнейшем. То есть они могут за период учёбы получить профессию и ещё определиться точно, куда они хотят идти. От сессии до сессии живут студенты весело. Эта поговорка в полной мере подходит для учащихся социально-гуманитарного колледжа. Жизнь студентов колледжа очень яркая, насыщенная и ребятам принимают участие во многих мероприятиях. Кроме того, что студсовет и другие творческие объединения организуют на базе колледжа различные мероприятия, акции, то мы принимаем участие и в городских, окружных. У нас ведётся в контакте официальная группа и самопроизвольно появился хэштег «Наши везде», где мы публикуем активных студентов. В этом году в старейшем учебном заведении региона грядут перемены. Колледж принял участие в конкурсном отборе на получение гранта из федерального бюджета по национальному проекту в рамках программы «Молодые профессионалы» и победил. Это прорыв в плане развития системы среднего профессионального образования в округе, потому что будут открыты четыре мастерские по четырём компетенциям, и самое главное – это будут современные оснащения. И сегодня мы совместно с департаментом образования прорабатываем этот вопрос. До конца 2020 года мы должны будем эти мастерские уже открыть, запустить и провести демонстрационный экзамен. Ненецкое профессиональное училище тоже идёт в ногу со временем. Здесь готовят для нужд региона таких необходимых специалистов, как водители, автослесари, сантехники, электромонтажники, сварщики. Всего в учебном заведении специальность получают 297 студентов. 125 из них – первокурсники. Студент второго курса Александр Попов выбрал для себя специальность в области переработки нефти и газа. После окончания девятого класса я долго думал, куда бы поступить. Ну и как-то душа легла в училище, ближе к нефти и газу. Студенты профессионального училища постоянно проверяют и оттачивают своё мастерство во время открытых уроков, конкурсов, профессионального мастерства и WorldSkills. Кирилл Водопьянов, студент второго курса, вне всяких сомнений порекомендовал бы друзьям студенческую жизнь. Да, тут, во-первых, весело. Прямо это бесспорно. Ну и преподаватели хорошие. То есть, если что-то непонятно, то всегда помогут, всегда расскажут. Ну, то есть, разжуют. И различные конкурсы проводят. Тот же WorldSkills, он ежегодно проводится. Можно занимать какие-то призовые места и на работу устроиться легко потом. Руководство учебного заведения постоянно держит руку на пульсе времени. Поэтому училище готовит необходимые кадры для города и села. Новые специальности – модельер, технолог швейного дела. В следующем году откроется наборная специальность технологии парикмахерского искусства. Вот эти две, наверное, специальности по парикмахерскому искусству и швейному, они нацелены на то, чтобы в будущем они могли не только заниматься этой работой, шить, предположим, да, портновское дело, они могли создать свое предприятие. И поэтому ближе к третьему и четвертому курсу, они учатся четыре года, мы будем давать и учить составление бизнес-проектов. Работать, конечно же, нужно будет с бизнес-нашим центром окружным, чтобы особенно девочки на село, кто ориентированный, хотят уехать, и ребята могли создать свое дело. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Василия Григорьевича Волкова – альмаматор многих окружных специалистов в области бухгалтерии и экономики. Сейчас это учебное заведение значительно расширило свои горизонты. В техникуме обучаются 446 студентов по очной и заочной форме. Организовано 18 учебных групп, среди которых технология производства хлеба и макаронных изделий, операционная деятельность, логистики, бухгалтерский учет, оленевод, механизатор и другие. Студент четвертого курса Никита Финашин, например, получает специальность технолога общественного питания. Понравилась профессия, ну, почитал про нее, прежде чем поступать, что, какие может быть, какое может быть будущее с ней связано. Почитал, подумал, ну, вдруг пригодится. Какое будущее может быть с ней связано? Ну, если пойти дальше по ней учиться, можно же стать более выше шеф-поваром, например, или как-то еще пойти дальше. Анастасия Розова, студентка третьего курса, выбрала для себя социальное направление, получает образование по специальности права и организации социального обеспечения. Также техникум предоставляет достаточно возможностей для самореализации. Например, поездки на различные форумы, олимпиады, конкурсы. Можно поучаствовать в народном театре «Улыбка». Да, неоднократно принимала участие. Студенты техникума уже традиционно участвуют в чемпионатах WorldSkills, демонстрационных экзаменах. Кстати, для тех, кто обучается по топовым специальностям, такие испытания станут обязательными с этого учебного года. Конечно, мы гордимся нашими студентами, их достижениями. Я горжусь педагогическим коллективом, их достижениями. Огромное количество сегодня выполняется работы, участвуем в разнообразных проектах. И, конечно, это заслуживает уважения и это гордость для учебного заведения. Ну а если брать с точки зрения визитной карточки, когда мы принимаем гостей в нашем учебном заведении, то мы, естественно, говорим про наш Белый Медведь, военно-патриотический клуб. Все знаем их достижения, то, что они ходят по маршруту олено-транспортных батальонов. В этом году мы знаем, что великий праздник, 75 лет победы. И, конечно, наш Белый Медведь опять хочет сделать такой вот марш-бросок. И, конечно, это наш театр «Улыбка». Сегодня в преддверии праздника во всех региональных профессиональных учебных заведениях пройдут праздничные мероприятия для студентов. Студенческий праздник совпадает с учебным календарем. 25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели, традиционным завершением экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. Ольга Русул, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...